а вечер добрый я смотрю да слава богу я вошла в экран и добрый вечер хочу сказать что после очередного долгого перерыва мы с вами возвращаемся к нашему уроку вот я вижу пришел первый слушатель да добрый вечер алекс да и вот уже три слушателя значит можно начинать если есть один еврей пришедший на урок значит можно начинать и я хочу вам напомнить то о чем мы говорили ранее да наши последние два предыдущих урока а мы сейчас продолжаем тему но перед этим я хочу рассказать некую хасидскую историю кстати рассказывают что хазе излюблено я думаю что вы знаете такого праведника праведника которого звали хазе излюблено так вот он однажды увидел огненный столб поднимающийся из одной маленькой комнаты и когда он вошел туда то он увидел там хасидов которые рассказывали один другому истории о своих праведниках о своих цитиким хасидим верят что цитиким которые пришли в этот мир то через них изливается божественный свет и ихние поступки их не деяния они меняют этот мир поэтому любой рассказ о каких-то хасидских делах он всегда приносит много хорошего ну а большим то в говорил что когда хасид рассказывает что-то во славу праведников во славу цитиким то это однозначно его в его проведение в божественную сущность в божественную колесницу да ту самую божественную колесницу которую лицезрел пророк исхи и хаскель и в свое время мой муж тоже про это вам на своих уроках я надеюсь расскажет да но есть такое понятие что цитиким это и есть та самая колесница бога колесница всевышнего поэтому принято рассказывать везде и всегда когда можно о чудесах которые произошли в нашем народе хотя иногда эти чудеса настолько как бы маленькие что ты уже вообще не понимаешь что какое же это чудо так вот я хочу вам рассказать про одного некого царя который был невероятно счастливый да я тоже иногда думаю боже мой какая я счастливая просто каждый день каждую секунду благодарю всевышнего за все что мне дает так вот этот царь я не этот царь но этот царь решил узнать есть ли кто счастливей его он думал у меня есть все блага мира я правитель и властелин и я хочу пойти проверить это своем царстве он переоделся в простую одежду и стал гулять по ночам он останавливался позади домов и подслушивал ему очень хотелось узнать что о нем говорят жители его страны жители его царства и практически у каждого дома у которого он останавливался чаще всего он останавливался у дома бедняков он слышал все время то обедах то несчастья кто о трудностях то о беспокойстве каждый он подходил и слышал что каждый человек рассказывал о том как ему тяжело жить все жалуются все всем недовольны то его кто-то обидел то нет денег то какие-то другие проблемы но в один из дней этот царь подошел какой-то одной совсем такой покосившийся покосившийся избушке покосившемуся домику такому который врос уже по самые окна в землю и крыша у него была дырява и все проваливалась и в этой избушке сидел человек и тихо наигрывал на скрипочке настолько тихо наигрывал на скрипочке что даже невозможно было распознать что это такая за монгина что это такая за мелодия царь прислушался и он услышал что этот человек невероятно счастлив он сидит и благословляет всевышнего за все что у него есть перед ним стояла тарелка с едой стакан смашки с выпивкой скажите из-за выпивки но это не так да и этот человек в своих словах постоянно очень счастлива очень радостно говорил как ему хорошо говорил никаких забот у меня нет и все благодаря тебе всевышний и решил царь постучаться к нему и войти и посмотреть действительно что же это за человек действительно он видит стоит закуска стоит выпивка лицо этого хозяина лучица радостью все у него прекрасно все у него замечательно надеюсь вы тут все кто слушает эту историю вы тоже начинаете радоваться что есть в этом мире такие люди которые действительно радуются от того малого что у него есть и вот этот гость говорит дорогой хозяин говорит дорогой гость садись я тебя угощу всем что у меня только есть заходить присаживайся столу всевышний не только меня послал пропитание он послал мне еще и гостя а после того как он его покормил он уложил своего гостя он уложил царя спать и спал и все а царь ходил и смотреть как же этот спит этот человек да и он видит что во сне тут улыбается и хорошо ему во всем и утром царь его спрашивает чем же ты зарабатываешь на жизнь от чего ты такой веселый от чего ты такой счастливый говорит я я лудильщик я умею чинить я ничего не умею создавать но я чиню я каждое утро встаю иду по нашему местечку есть очень много людей которым что-то надо починить что-то надо сделать и я чиню и и вечером не набирается как только у меня набирается пять шесть монет я заканчиваю свою работу иду покупаю еду и возвращаюсь домой я просто счастлив и тут царь думает ну хорошо этому человеку случайно повезло вот у него есть работа по его специальности и он издает указ о том чтобы запретить отдавать на починку вещи утром встает этот человек опять идет искать работу нет работы нет ни одной копейки не может заработать что же делать он ищет час он ищет два он ищет три он понимает время проходит ничего не зарабатывал и царь издал такой приказ и что он делает он видит что некий человек богатый человек стоит и рубит себе дрова он к нему подходит и говорит зачем ты рубишь дрова давай я тебе помогу а ты мне заплачешь за мою работу он пробил этому человеку дрова пошел дальше и нашел другую работу дровосека и так далее к вечеру он опять собрал свои пять шесть монет и опять счастливый пошел купил себе свою еду и сел дома царь же решил проверить как живот после моего запрета как же этот человек теперь радуется он говорил всевышний он говорил все так хорошо вот сейчас он остался без работы что же и как он к нему приходит и опять видит сидит человек за столом радостный счастливый у него есть питье и так далее не буду удлинять этот рассказ пять раз царь издавал приказ о том чтобы отменили ту самую работу которую человек зарабатывает себе свои эти монеты каждое утро он выходил из своего дома искал и находил себе работу невозможно царь не может понять как это так почему все плачут а этот человек каждый день если не одно то другое каким-то образом у него получается что все время есть работа многие могут сказать что если к нему приходит несчастье то обязательно всевышний посылает своего посланника чтобы предложить что-то другое проблема решается каждый ли из нас может это увидеть и вот последняя работа которую нашел этот лудильщик этот бедный человек он нанялся солдатом в армию этого царя вечером опять он получил свои монеты царь видел ну все он работает у меня он мой солдат тут теперь он запрещает его сержанту заплатить этому солдату все он проработал целый день не дают ему деньги вот такое испытание не дает ему деньги что делать бедному вот он умоляет и говорит ну пожалуйста пожалуйста дай мне эти деньги как же я буду как же я проведу этот день тогда сержант говорит я пойду спрошу у царя приходит к царю и говорит пожалуйста что мне делать вот с этим человеком он очень просил он говорит нет ты сегодня ему не плати вечером он приходит опять к этому лудильщику он сидит веселый он сидит счастливый все у него прекрасно все у него замечательно царь спрашивает он не знает да что это царь что же такое что ты сделал как у тебя опять есть еда ты веселый ты пьешь тебя все хорошо вот ему рассказывает смотри я нанялся служить к царю и тут оказалось что мне обещали заплатить и не заплатили что я сделал я взял ручку своего меча красивую железную ручку я ее я умею работать руками я ее сменил железную на деревянную сам сделал себе деревянную ручку никто ничего не заметит царь ничего не потеряет и я заложил эту ручку и смог купить себе деньги а завтра мне заплатят за два дня я выкуплю все верну на место и так далее и так далее и так далее царь вернулся во дворец позвал сержанта позвал офицера и сказал ему у меня есть некий преступник который приговорен к казни позови пожалуйста своего нового солдата про которого я с тобой вчера говорил и прикажи привести ему приговор в исполнение отрубить преступнику голову офицер пошел звать лудильщика да позвал всех офицеров все солдаты собраны чтобы пришли посмотреть ну на эту шутку они понимали что цари шутят да то есть и предстал этот лудильщик перед царем и пал перед ним ниц и стал плакать ваше величество зачем я позволю он даже не может посмотреть на этого человека это царь он не поднимает глаза царь говорит я тебя позвал чтоб ты исполнил приговор и отрубил голову преступнику и тут этот счастливый человек этот лудильщик стал плакать и говорить пожалуйста пусть кто-то другой это сделает я ведь никогда никого не убивал именно поэтому я и приказываю тебе это сделать сказал ему царь а что нет никаких сомнений относительно его преступлений спросил этот бедный человек может быть все таки с ней все с ним ясно может быть он не заслужил смерти я в жизни никогда не убивал ни одного человека как же я теперь могу его убить если он не виновен это вообще не вопрос виновен он или нет отвечал царь приговор вынесем и ты должен привести его в исполнение он хочет посмотреть как будет радоваться человек который поставлен уже перед таким страшным и тяжелым выбором и понял этот лудильщик этот бедный человек что царя и не разубедить поэтому при всех солдатах при всех он поднял глаза к небу и сказал боже всевышний я никогда в жизни не убивал ни одного человека если этот человек невиновен пусть клинок моего меча станет деревянным и тут он выхватил свой меч из ножен и все увидели что клинок у него и правда из дерева тогда все начали смеяться царь его простил он признал что этот человек счастливый потому что всевышний ему помогает а всевышний ему помогает потому что человек всегда верит во всевышнего и так это был только рассказ присказка грубо говоря мы с вами взяли смелость я может быть взялась на себя смелость обсудить такую вещь как пэрок шира я надеюсь да вот здесь еще пришли олег добрый вечер марина добрый вечер и вот если вы все помните а если не помните кто то не был на уроке то я вам напомню о чем шла речь на предыдущих уроках мы говорили с вами про пэрок шира это собрание высказываний которые создали два величайших царя на нашей еврейской истории царь давид и царь шламом да царь давид он трудился очень долго над книгой псалмов которую вы все знаете да и когда его труд был закончен то он очень решил возгордиться этим своим трудом и он был очень счастлив тем что он так прославил всевышний как никто другой это делать не умеет и тогда произошло некое маленькое чудо всевышний послал под окна царского дворца маленькую лягушку а потом сотворил еще второе чудо дав возможность царю давид понимать о чем она говорит да и разговор этой лягушки было прекрасным пением который прославлял всевышнего лягушка прославляла всевышнего ничуть не хуже чем царь давид и тут царь давид понял насколько он ошибался в своем самомнении и каждая созданная всевышним твари умеет это делать ничуть не хуже чем он сам чем он сам сам умеет и тут царь давид перестал собой гордиться своими созданными таилим и понял что он должен приступить к созданию нового произведения которое называется перик шара про которую мы с вами говорим это собрание песен которыми все все созданные все созданные в мире прославляют творца в первом моем уроке то есть два урока назад именно на эту тему я прикрепила слова это перик шара поэтому кто захочет может посмотреть закончил же этот труд царь шламо которому всевышний дал удивительный дар про который наверняка вы все знаете это понимать язык зверей слышать сердца людей и так далее на предыдущем уроке мы с вами говорили о животном мире и название животных да тому что мы видим от их название как первый человек давал название как он мог видеть истинное предназначение каждого животного и тому чему мы сами с вами можем от всего этого научиться я хочу еще как бы напомнить сказать одну вещь что перик шара рекомендуется читать 40 дней подряд это сгула даруфа шлема да можно получить и выздоровление и еще много разных других и шот много разных других хороших происшествий с нами которые мы даже не ожидали но читая эту перик шара нужно необходимо чтобы у нас была правильная правильное понимание правильное направление нашей просьбе то то чем мы говорим и надо прекрасно понимать что излечение приходит от всевышнего нет вот какого-то такого чуда такого ксм а что то такое случилось да если мы прекрасно понимаем что все идет от всевышнего и мы читаем это перик шара слова вы можете потом взять и прочитать да то понимаете что видя то что происходит во всем мире мы понимаем величие всевышнего и все от него что важно знать и помнить что когда человек каждый человек каждый из нас что-то говорит из его уст изо рта выходит дыхание 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 это в переводе эвель пар да пар это вот который у нас входит это наше дыхание то что мы отдаем из себя это некая жизненная сила хают да хают наша сила которая наша жизненность которая выходит из нас мы ее отдаем от тебя то есть часть своей души если вы помните когда всевышний сотворил человека он вдохнул и в нас душу, наши слова и то, что мы говорим, мы выдыхаем часть себя, часть своей души наружу, да, то есть, не дай бог, когда человек в свое время, когда душа покидает тело, да, и в нас уже нет дыхания, у нас это уже нет речи, то мы, это уже называется не живой человек, душа покинула тело, да, то есть дыхание вышло из уст каждого человека, и он уже не является человеком, он присоединяется к Всевышнему, также наши слова, которые мы говорим, то, что мы изо рта, из себя выдыхаем, да, я повторяю это несколько раз, чтобы было всем понятно, это часть нашей души, и поэтому традиция учит нас, что не надо говорить бесполезные вещи, потому что это приводит к потере части нашей души, и тем не менее, наша традиция говорит, что в тяжелой ситуации, когда что-то у нас плохо, когда есть какие-то сложности, мы говорим 40 дней подряд слова, и они, вот это наша, да, мы сказали, часть души уходит, но когда мы говорим хорошие, правильные слова, то наша жизненная сила, она наоборот прибавляется. Важные вещи, для которых я пытаюсь объяснить, почему так важно то, что мы говорим, и как важно уметь пользоваться этим в те самые минуты, когда нам тяжело. Если человек не может охладить внутренний какой-то пыл своей обиды или недовольства жизни, да, и даже молитвами, и чтением молитв, и хорошими мыслями, которые потом в слова переходят, он не в состоянии изменить вот свою жизнь, то, к сожалению, он не может себя настроить, вот не может мысль свою настроить, вывод хороших слов, то, к сожалению, тогда, скорее всего, из нашего рта, из нас вырываются нехорошие слова, может быть, даже злословия, да, то есть очень редко такое бывает, что человек находится в нейтральном состоянии, что он вообще молчит и ничего не говорит, да, мы все время что-то делаем, что-то говорим, что-то выходит из нас, и если это нехорошее, то обычно это плохое, и это плохое забирает часть нашей жизненной силы, забирает то хорошее, что мы вокруг себя своими словами творим, вы помните, да, мир был сотворен словом, Всевышний сотворил мир словом. Поэтому Пэрак Шира, который мы говорим 40 дней, 40 дней подряд без остановки, говоря хорошие слова, благословляя, слыша благословение того, что во всем мире благословляет Всевышнего, мы присоединяемся к этому, да, и прибавляется в нас жизненной силы, которая действительно меняет все то, что с нами происходит. Мы можем из самых тяжелых ситуаций выйти и выйти даже не просто так, а с большой победой. Мы коснулись на том уроке о том, что мы говорили про животных, говорили то, чему мы от них можем учиться, должны или можем учиться, как у каждого человека свое предназначение в жизни, так у каждого животного, у каждого камешка, у каждой вещи, созданной Всевышней, есть свое предназначение и особая своя жизненная сила. Мы с вами знаем, что и камни обладают, каждый камень, даже если нет еврейских источников, то наверняка вы слышали, что каждый камень, он обладает не только физическими, но и духовными свойствами. И я хочу поговорить о нескольких камнях и объяснить, и каждый, может быть, во-первых, может для себя что-то взять из этого и объяснить, насколько важны для нашего народа именно эти камни и как они меняют нашу жизнь. есть такой камень, который называется баррекет, карбункул, да, это камень колена левия. Он символизирует обостренный ум. Слово баррекет, оно, как вы слышите, оно может быть однокоренное со словом баррак. Баррак – молния, да, что-то, что искрится, сверкает молния, светит, мерцает, может быть, такой свет, как свеча, да. Именно этот самый камень нох повесил в своем ковчеге. А колено леви получило в награду за то, что оно всегда светило второй в еврейскому народу, да. Колено леви, мы знаете, коаним, леви им, произошли у нас из этого народа, это светочь нашего народа. И вот этот камень, да, камень, который принадлежит этому колену. Также в заслугу Маше Робейну, который вышел из этого колена. И есть у этого камня свойства, которые, может быть, может каждый использовать тот, кто, у кого есть возможность, чтобы у него был такой камень, использовать для себя, в своих нужных или для своих знакомых. Говорится, что этот камень делает мудрыми даже глупцов. Что тот, у кого есть этот камень, он раскрывает глаза на глубокие вещи. Ну, а уж если растереть этот камень в порошок и добавить в еду, знаете, каким богатым человеком надо быть, чтобы себе это позволить, да, то он позволяет стать мудрее и раскрыть свое сердце для новых знаний. Ну, давайте пожелаем, чтобы у каждого из нас, во-первых, были деньги и большой ум, чтобы заработать на такой камень, а потом уже растирать его и добавлять с Божьей помощью. Если вы слышали, есть такой камень, который называется тапаз. Тапаз – это камень, который соответствует, сопутствует колену Шимона. И этот камень олицетворяет сбалансированный и разумный подход к решению разных проблем. Хочу сказать, что цвет этого камня зеленый. Зеленый, прямо вот такой зеленый, как водоросли. И почему этот камень связывают с коленом Шимона? Если вы помните, был у нас некий такой персонаж, которого звали Зимри. Тут вот есть люди, опять же, которые, я знаю, ходят на уроки моего мужа, и они прекрасно знают, кто такой Зимри. Да, это глава колена Шимона, который вступил в запретную связь с медианской принцессой. И сказано, что позеленело его лицо и лица других представителей этого колена, которые согрешили с медианками. Поэтому говорится, что вот этот камень принадлежит к этому колену. И у него есть тоже свойство. Он останавливает страсть, излишнюю страсть, охлаждает пыл, понижает температуру тела. Страсть бывает, поднимающая температуру нашего тела, но также бывает и просто температура нашего тела от болезни. Поэтому этот камень, топаз, когда у нас температура, если у вас есть этот камень, хорошо приложить к человеку, чтобы он его подержал в руке или одел его. Это имеет особые такие хорошие свойства. Рубин. Красный камень Рубин. Также он называется Одем. Он принадлежит колену Рубина. В Таре написано Адам, а есть такие, которые читают Одем. То есть именно этот камень помогал в создании человека, в созидании. То есть когда человека создавали, именно этот камень был заложен в создании человека. это. Почему говорится, что Рубин соответствует колену Рубина? Не потому что вот так вот слышно, да, Рубин, Рубин, да? Потому что Рубин, Рубин покраснел от стыда, когда совершил некрасивый поступок и перенес ложа своего отца из шатра Билхи в шатер Леи после смерти Рахели. И чем заслужил он гнев Якова? Рубин же признал, что он поступил неправильно. Говорится, что это был первый Бааль-Чува, первый раскаившийся человек в еврейском народе. У этого камня тоже есть некие свойства. Говорится, что у женщины, которая носит этот камень, никогда, не дай бог, не будет выкидыша, будет хорошая беременность. Этот камень, опять же, помогает при тяжелых родах. И, опять же, будучи мы богатыми, и можем, если мы можем его растолочь, то говорят, что он помогает забеременеть, то есть помогает женщинам, которые, к сожалению, давно не могли забеременеть или у них не получалось. Следующий камень – яолом. Яолом очень интересно, есть разный перевод этого слова. Кто-то его переводит как алмаз, и мы в наше время так и говорим, если мы идем покупать какую-то драгоценность, мы говорим яолом, подразумевая, что это алмаз. Но не это подразумевалось во времена, когда камень принадлежал какому-то колену. Этот камень имеется в виду перламутр. И дан он колену с волуна, и он приносит удачу в торговле, приносит богатство. Серебряные монеты, которые вот таким может быть светом, немножко перламутривым, серебряным, да, они как раз имеют вот сгулу от этого камня. При этом я говорю, что сейчас мы имеем иолом совершенно другое объяснение, кто что любит, кому что сверху положено и так далее. Свойства этого камня. Этот камень помогает от бессонницы всего лишь. Мы не знаем пока, но сейчас действительно, что такое был иолом, но с Божьей помощью, когда у нас будет хошен коина годоль, куда эти камни должны будут вставляться, да, то Машиих нам точно скажет и даст объяснение действительно, что же это был за камень. Следующий камень, про который я хочу вам рассказать, называется Нофех, да, Нофех, и соответствует он колену Иуды. По-арабски можно этот камень называли Измаргдин. Измаргдин, что вы думаете, это изумруд, изумруд, зеленый камень, очень красивый камень. Иуда заслужил этот камень тем, что он признал свою вину, преодолев страх и позор перед всем народом в истории Стамар. Да, то есть мы знаем эту историю, да, то есть неприятно, и тем не менее он смог поступить таким образом. Особые свойства этого камня. То есть если у нас есть враги, не дай бог, не дай бог, у каждого человека только есть друзья, никаких врагов, да, но если у нас с нами будет этот камень, а враг нас будет преследовать, этот камень придаст нам силы, и мы сможем от него убежать, а потом и победить. Поэтому мы знаем, что военачальники колена Иуда всегда побеждали своих врагов. Говорится, что им давали с собой вот в походы маленький кусочек этого камня. Дай бог, чтобы у нас не было врагов и нам не нужны были никакие камни, да, ну или если нам дарили эти камни, то только по хорошим поводам и чтобы они просто нас сопровождали по жизни. Камень-сапир. Камень-сапир принадлежит колену Исахара. Камень-сапир, сапфир, да, голубой камень, очень красивый камень, и говорится, что этот камень, это колено заслужило именно потому, что оно известно своей мудростью в таре, и говорится настолько, что скрижали тары, да, есть несколько мнений, я слышала несколько мнений, я слышала, что скрижали тары были сделаны из умруда, но тем не менее есть вот мнение, что скрижали тары, да, были сделаны из этого красивого сапфира, блестящего такого, да, голубого, полупрозрачного, и что этот камень вообще находится у престола славы Всевышнего. К сожалению, этот цвет не к сожалению, он так, да, это у престола Всевышнего, то есть это цвет также с одной стороны скромности, а с другой стороны гордости, и даже может быть высокомерия. Особые свойства этого камня. Говорите, что он улучшает зрение, и он просветляет так, как просветляет тара. Также он помогает облегчить боль и снять опухоль, также как и тура, которая способна лечить все наше тело, все наши проблемы. Также этот камень помогает, увеличивает способность видеть все окружающее нас таким образом, чтобы мы находили вот все, что происходит с нами, находили в этом божественный смысл, да, а вещи, которые отвлекают нас от изучения тары, просто нам не мешали. Я вот не знаю, может быть вам уже тяжело, урок нас немножко больше, чем мы как бы остановимся сейчас или еще немножко продолжим? Что вы думаете? Нет ответов? Вот не знаю. Ну, может быть, давайте закончим тогда на сегодня с камнями, чтобы на следующем уроке продолжить другие темы. Давайте, нет, никто мне не пишет, хочет он продолжение или нет. Тогда я, наверное, все-таки продолжу. Поговорим с вами о таком камне, не столь драгоценном, хрусталь, хрусталь, да. Он назван таким словом ахломо, да, и принадлежит колену гада. Он укрепляет сердце, снимает страх перед войной и переводится это слово как кристалл или глаз, да. Известно, что этот хрусталь был красноватого оттенка и вот, как я сказала, это было символом колена гада, так как этот камень не является редким и встречается очень часто, а колено гада было многочисленно и владела такими разными особенными ферменными боевыми приемами. Особое качество этого камня то, что он дает силы помогать людям, идущим на войну, не бояться в бою, не бояться трудностей, не бояться, что на тебя нападут, да. И, как вы слышите, название этого камня связано со словом лельхом, бороться, воевать, да. Перейдем к следующему камню, который называется, еврейское его название шво, камень агат, принадлежит он колену нафтали и помогает, что делать? Крепко сидеть в седле. Ну, или, как можно сказать, крепко стоять двумя ногами на земле. Этот камень был неким связующим звеном человека и всадника, и лошадь человека, и то животное, которое его везло, которое помогало ему. Ну, я могу сказать, что, может быть, не у всех у нас есть сейчас лошади, ослы, но выезжая в долгую дорогу, даже не на лошади, если есть возможность взять с собой в длинную, в долгую дорогу этот камень, он помогает нам и от опасности, и чтобы все закончилось хорошо. Есть такой камень яшма, называется на иврите яхант. Энфри надлежит колену Дана, и он тоже оберегает нас от опасности, но оберегает другим образом, примерно так, как я вам рассказывала в рассказе в самом начале уроки, он повышает восприятие радости, дает нам возможность радоваться. Когда мы беспокоимся, присутствие этого камня у нас, да, помогает нам обрести чувство спокойствия, радости, и поэтому, конечно, хорошо, когда этот камень есть. Кстати, мужчины, накручивайте на ухо, если вам захочется сделать своей жене подарок, а наоборот, может быть, жены мужьям, то послушайте, какой камень лучше для вашей жены или для вашего мужа, чтобы он в дальнейшем помог в жизни и, может быть, на каком-то, как я говорила, на духовном уровне помог решить некие проблемы. Камень, вот про который мы говорили, этот яшма, он может быть разных цветов, да, это не принципиально, главное его действие, оно помогает радоваться, видеть все в хорошем свете. Кстати, одно из свойств этого камня, также вдобавок к радости, это то, что, не дай бог, оно устанавливает кровь, да, бывают случаи, когда надо, чтобы у нас остынулась кровь, пусть он будет рядом с вами. Итак, мы доходим с вами до камня, который принадлежит колену Юсефа. Как он называется? Он называется шом, оникс. Этот камень символизирует человеческую привлекательность. О Юсефе сказано в Таре, что он вызывал симпатию абсолютно у всех, кто его видел, и его совершенно невозможно было сглазить. То есть, если среди нас есть женщины, которые очень боятся сглаза, говорят, не дай бог, не дай бог, не дай бог, сглазит вид вид вид, пожалуйста, имейте при себе этот камень, он не даст никогда никому вас сглазить. Также говорится про этот камень, что когда у Юсефа в руках был этот камень, то чувствовалось, что Всевышний с ним, да, Шоам, он называется Шоам, да, Всевышний Шем, его имя, очень созвучно, да, Шоам и слова Шем, то есть созвучно, опять же, как говорю, помогает от сглаза, и также говорится, что тот, у кого будет этот камень, Всевышний всегда услышит его слова, и мало того, если у нас есть какие-то сложности с начальниками, с людьми, от которых зависит наша жизнь или наши какие-то привилегии, или нужна какая-то помощь, хорошо, когда мы идем на разговор с ними, и у нас есть этот камень, он обещает принести нам удачу. Следующий камень Хризалит, да, называется Таршиш, и принадлежит он колену Ашера. Простые вещи на физическом уровне, он просто способствует пищеварению, не то, что я Мизальдзелит, не то, что я считаю, что это менее важно, чем остальное, конечно, это невероятно важно, наше здоровье. Также этот камень, он стимулирует быстроту нашей мысли, цепкость нашей мысли, помогает усваивать нам знания. Так что есть деньги, давайте вашим детям этот камень с собой в школу, берите с собой на экзамены или когда вы готовитесь к экзаменам с Божьей помощью, это нам поможет. Он, надо сказать, такого цвета оливкового масла, такой как бы зеленоватый, да. Есть мнение, что он не зеленоватый, наоборот, голубоватый, и говорят, что, может быть, глядя на него, можно увидеть море, да. Но нам известно, что колено Ашера, земля Ашера славилась маслинами, оливковым маслом, да, и поэтому считается, что вот они получили такой камень именно с таким оттенком, зеленовато-голубоватым, да. Камень этот, как я сказала, помогает пищеварению. Ну, а для тех, кто, не для меня, конечно, а для тех, кто очень худой, говорится, что если его растолочь, маленькие как бы, да, его частицы, они помогают прибавить весе для тех, кто в этом нуждается. И вот все эти камни, про которые мы с вами говорили, они были на нагруднике первосвященника и соответствовали качествам сыновей Якова, нашего праотца. Эти 12 камней являются основами всего неживого мира и обладают особыми свойствами и силами, да. Мы с вами начали говорить о Пэрэкшира. Конечно, мы не царь Давид, чтобы знать и чувствовать, понимать, каждая вещь которой, каждая камеша, каждая... Но есть вот то, что нам наши мудрецы донесли знания именно об этих камнях, их силе и их возможностях. Если вам все-таки будет в дальнейшем интересно, мы продолжим с вами говорить и раскрывать чудеса, данные нам Всевышним, опираясь на Пэрэкшира и на другие вещи, любые слова, несущие благословение, как мы с вами уже сегодня сказали, они хороши для каждого человека. И я желаю с Божьей помощью, чтобы мы с вами встретились на следующей неделе, и за эту неделю каждый из нас сказал как можно больше слов благословения, которые каждому из нас дадут жизненности, силы, радости. И с Божьей помощью до следующей встречи. Всего хорошего, до свидания.